Доброе утро, уважаемые трейдеры! С вами Роман и сегодня вновь поговорим о ситуации на рынке. Сразу хочу обсудить вчерашнее заседание Европейского Центрального Банка. С фундаментальной точки зрения Европейский Центральный Банк не стал вносить никаких корректировок, чего и ожидали участники рынка. Однако очевидно, что Центральный Банк разочаровал трейдеров. Свой вклад в движение пары евро-доллар внес и спрос на доллар США. Одним из драйверов стало снижение числа заявок на пособия по безработице до новых минимумов времен пандемии. Да, продажи на вторичном рынке жилья упали, но это не было неожиданностью, учитывая рост ставок по ипотечным кредитам. Мы считаем, что единая валюта показала негативную динамику по результатам заседания Центрального Банка по следующим причинам. Одна из которых в краткосрочной перспективе Центральный Банк по-прежнему считает ситуацию неопределенной, что в целом неудивительно, учитывая, что некоторые государства предсказывают новую волну пандемии. Вторая причина. Банк подтвердил приверженность стимулирующей политики. И также следующая причина. Это регулятор не дал рынкам сигналов относительно того, что будет дальше. И не упомянул о планах по корректировке программы выкупа активов. Ну и четвертая причина. Число заявок на пособия по безработице в США обновило локальные минимумы. Действительно, до позитивного фона тут еще далеко, друзья. И спрос на американский доллар наверняка сохранится, удерживая курс евро-доллар под давлением вплоть до публикации решения Федеральной Резервной Системы Поставки. Кстати, запланировано на следующую среду. Фондовый рынок торгуется вблизи рекордных максимумов, а экономика набирает обороты. В связи с чем Центральный банк должен проявить уверенность и оптимизм. Фонд также находится в центре внимания, поскольку в пятницу будут опубликованы показатели розничных продаж и деловой активности в Великобритании. Эксперты ожидают улучшения макростатистики, учитывая успех в восстановлении национальной экономики. И хотя фунт продолжил падать по отношению к доллару третий день подряд, а также продемонстрировал слабую динамику против евро, с фундаментальной точки зрения перспективы весьма благоприятны. Что касается нефтяного рынка, то тут можем наблюдать умеренно позитивный настрой. В апреле котировки демонстрировали относительную стабильность. Нефть WTI колебалась вблизи отметки в 60 долларов за баррель, а марка Brent на несколько долларов выше. Некоторые аналитики, включая экспертов Goldman Sachs и Citigroup, полагают, что этим летом цены вырастут примерно до 80 долларов за баррель. Фактически, от третьего квартала они ожидают скачка спроса до рекордного уровня и смягчения карантина в ключевых регионах. Фундаментальную поддержку ценам оказали новости также о недавнем сокращении нефтедобычи в Ливии на 300 тысяч баррелей в день. Данные из США и Великобритании указывают на растущий спрос, в то время как в ряде азиатских стран, включая Индию и Японию, ждать восстановления потребления в ближайшее время не приходится, поскольку заболеваемость COVID остается высокой и действуют ограничительные меры. Что касается ожидаемой ценовой динамики, то мы по-прежнему ожидаем встречу ОПЕК Плюс на следующей неделе. И американский фондовый рынок в четверг снизился после того, как агентство Bloomberg сообщило о планах президента США Джо Байдена по повышению налога для богатых. По информации Bloomberg, Байден намерен предложить повысить налог на доход от прироста капитала для богатых граждан до 39,6% с текущих 20%. С учетом дополнительного налога на инвестиционный доход, поступления от которого идут на финансирование программы Obamacare, ставка налога для американцев, зарабатывающих 1 миллион или более, может достичь 43,4%. Таким образом, фондовые индексы потеряли в районе 1%. И сегодня мы занимаем наблюдательную позицию, друзья, в отношении большинства активов. А на этом у нас все. Всем хорошего дня и отличных выходных!